Доротти и Клара Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, Клара! Здравствуйте, дорогая ведущая Ольга! Ой, здравствуйте! У нас в гостях, дорогие друзья, актеры-кукольники. Анастасия Овсянникова, здравствуйте! Здравствуйте! И Алексей Пожарский, здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Вы можете положить своих кукол? Скажите, пожалуйста, а вам не хочется сейчас залезть под стол и спрятаться за куклами, как это вы привыкли делать у себя на работе? Нет, дело в том, что не хочется, потому что мы уже достаточно долгое время находимся, скажем так, за ширмой, все время в тени, практически зрители очень мало нас видят, и хотелось бы сегодня как-то показать свое лицо. Ага, захотелось славы? Это шутка, конечно! Нет, ну, на самом деле, сейчас театры очень... именно театр-кукол любит живой план, и сейчас часто используется живой план. Ну, а вообще, актеры, они же должны хотеть публичности, любить медийность. У вас как-то по-другому? Вас отбирают по иному принципу? Нет, принципа здесь никакого нет. Дело в том, что всегда за ширмой, когда спрятан актер и работает кукла, существует какая-то магия театра, какая-то загадка. Вот, допустим, в драматическом искусстве очень сложно воспроизвести это все. А в театре кукол, когда появляется какой-то необычный персонаж, когда он говорит каким-то необычным голосом, это все придает спектаклю действительно тайну. Знаете, бывает даже интереснее, что происходит за ширмой, чем на ширме. Это правда. И хотелось бы даже сделать такой спектакль, наоборот, развернуть ширму, и люди бы увидели, что там происходит. Что там происходит? Очень интересные моменты. Какие, например? Ну, например, бывает так, что мы работаем не один человек на кукле, а несколько. И разные позиции, как расположенные люди. То есть это очень забавные позы получаются. И все же в актеров-кукольников идут какие артисты, у которых плохо со своей собственной пластикой, или какая-то не киношная внешность, или обладающие, наоборот, специфическими навыками, которыми не обладают актеры, которые снимаются в сериалах и играют в драматическом театре? Вот, наверное, раньше я тоже когда-то думал, что вот, идя в актеры-кукольники, что-то, не поступив, допустим, на драму, чувствуешь себя, ну, немножечко как-то. И у меня складывалось такое впечатление, скажу честно, когда я с третьего тура слетел, не поступив на драму, я поступил на куклу. Я, ну, сначала как-то было грустно, я немножко жалел. Но после того, когда я стал учиться, я понял, что актеры-кукольники делают все то, что делают драматические актеры. Они поют как музыкальные актеры, и еще они владеют инструментом тем, что не умеют ни драматические, ни музыкальные актеры. Это огромный плюс. Я считаю, что эта профессия шире, в плане того, что здесь не только используется живой план, и куклы, конечно. И это намного шире и интереснее. И я думаю, что сейчас зритель более заинтересован в театре кукол, чем в драме. Да, какое интересное заключение. А у вас какое образование, Анастасия? У меня актер театра кукол. Высшее, профессиональное. Я закончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Вот что вы умеете того, чего не умеет обычный артист, актер? Водить куклу. Вы разбираетесь в механизмах, вы можете их починить при необходимости. Это вообще наша профессия знать куклу, знать механизмы. Их очень много. Конечно, это очень сложно, но это наша профессия, и мы это любим. Голосовая палитра у вас иная? Да, конечно, мы даже проходим, есть специальные предметы по наблюдению, то есть за животными, за людьми, то есть какие-то речевые характеристики, а также бывают пародированные мультики. Какой ваш любимый голос? Разный. Голос же это самый главный инструмент актера, кукольника? Не только, еще и голова, которая должна думать и понимать, что происходит на сцене. Какой ваш любимый голос? У меня, конечно, нет любимого голоса, вот именно. Мне все нравится, но единственное, вот я недавно обучалась пищику. То есть пищик, пищик это такой традиционный инструмент, он используется с петрушкой. Петрушка это герой уличных комедий. И этому герою придается характерность с помощью пищика. Это такой инструмент. Вот могу примерно показать. Это самодельный инструмент. Давайте я покажу на камеру. А вы можете на нем что-то сыграть? Лучше я потрогаю. Да, конечно. Ну потому что это индивидуальный самодельный инструмент, он сделан из двух железных пластин, а также ленточки и ниток. Ну примерно это происходит так. Можно мне отвернуться? Здравствуйте. Здравствуйте. А куда вы его кладете? Он кладется в гортань на корень языка и прижимается небом. На самом деле не каждому это дано, потому что некоторые чувствуют рефлекс, некоторые отвращения. Ну кому-то это царапает небо. Я хочу сказать зрителям, если не видно, Анастасия, когда решила поговорить с нами нормальным человеческим голосом, этот пищик вот туда за щеку положил, ему почти не видно. Кстати, это тоже нужно учитывать, что мы должны быстро менять. Но это у меня еще не очень хорошо получается. Менять положение. Я могу так разговаривать, а потом... Вы можете привести себя в нормальное состояние, мы с Алексеем поговорим. Нет, я хочу просто дополнить, что к этому ко всему нужно взять куклу и показать, как это на самом деле выглядит. Потому что Настя это одно показывает, а когда работает при этом кукла, это совершенно по-другому выглядит. Вот давайте, к примеру, возьмем куклу. Это у нас петрушка, перчаточная кукла. То есть надевается... А это нормально, когда один показывает, а другой говорит? Все возможно. Все возможно и так? Давай я. Хорошо, Настя, давай. Одевай и показывай. Давайте вот туда показывать. Правильно? Петрушка, петрушка, петрушка. Вот это. Давайте поаплодируем петрушке. Спасибо. Спасибо. Вот это. Детюшку, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Настя, большое. Говори, научись сначала. Спасибо. Алексей, скажите, пожалуйста, как происходит хронометражно процесс принятия на работу актера-кукольника? Какие знания у него проверяют? Ну, я могу так же сказать про себя, как я. Потому что, когда я поступал на актера-кукольника, это была группа при Екатеринбургском театре кукол. Поэтому у меня немножко проще со всем этим. Мы обучались при театре, поэтому театр уже отслеживал все наши, какие у нас есть навыки, знания. Мы все показывали, это уже было видно, и нас поэтому не отбирали. А вообще, когда актер приходит новый на работу устраиваться, его либо режиссер отсматривает за какое-то время, приходит на спектакли, на занятия в институте, либо действительно просит прочитать, как басню, какой-то стишок, то, что показать, вокал, какой-то танец исполнить. Дают разные системы кукол, просят поработать с куклами. Это вот как-то вот так. А как проходит, вы сказали, режиссер. Как проходит репетиция, на кого режиссер ругается? На персонажа, на куклу или на актера? Ой, тут может быть на кого угодно. Но, конечно, на актера больше всего. Заставляет работать героя. Да. Какие бывают виды кукол? Бывают, вот сейчас... Петрушка – это перчатка. Да, Петрушка – это перчаточная кукла. Бывают вот самые простейшие – это кукла, которая приводится в движение с помощью одной трости. Вы уже вытащили пищик? Да. А как с пищиком? Без. Тростевые. На трости, на одной трости. Или бабочки. А также разные вороны, кузнечики. Предполагается, что... Предполагается, что мы не увидим этой проволоки. Правильно? Да, да, да. Это, конечно, это все делается. Свет подбирается так, что проволоку действительно не видно. И остается только сама фигура бабочки. И поэтому зритель уже видит непосредственно. Это верховые куклы, так же, как перчаточная кукла. Актера не видно. То есть он находится за ширмой, а куклы...